Виртуалити Всем привет, в эфире Виртуалити Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений Сегодня выпуск посвящен самой скандальной, самой провокационной, самой беспредельной серии игр GTA Четвертая часть на подходе и ожидается, что она соберет не менее 400 миллионов долларов в первую неделю продаж Ну, оставим аналитикам и банкирам счета и сводки, а сами сосредоточимся на игре А чтобы лучше настроиться на нужный лад, предлагаем вам не совсем обычную подборку новостей Скоро выходит Адвенчура Мата Хари Это история про танцовщицу, но не в стрип-баре Эта чика была популярна и в начале прошлого века И поэтому была знакома не с одним влиятельным человеком Как оказалось, Мата Хари была шпионкой-разведчицей Французы узнали об этом и закрыли ее навечно Теперь повторить ее подвиг предстоит геймеру Добывать инфу, раскрывать секреты хватает шпионского гемора И все это под видом танцев, как реальная Мата Хари Щика-щика-щик, детка! Ждем игру в третьем квартале! Экшен Айрон Мэн увидел свет Мазафака Про изобретателя-миллиардера Тони Старка Он доказал в очередной раз, что богатые тоже плачут Однажды, потому что от него взяла и отвернулась удача Его захватили в плен арабские террористы И заставили его сделать для них крутую бомбу, тупица Тони Старк был не дурак и сделал вид, что смирился А в это время супермощный костюм смастерился Надел на себя его и стал он суперагентом Его теперь боятся стальные руки, ноги, голова, стальные пальцы В роли Айрон Мэна игроку предстоит со злом сражаться Ага, ага, ае, крутым чуваком должно понравиться 65 звезд NBA будут топтать площадку Хочешь быть звездой баскетбола, хватит играть в прятки Выходи сразись один на один или двое на двое Графика и геймплей тебя должны устроить Двейн Вейдж, Акилони Лалин, Аверсон Или Коби Брайантом сделай трехочковый бронсов Комментатор в игре известный рэпер, но не именем А легендарный Чак Ди из группы Public Enemy Известный продюсер Джаз Блейз делает саунд Так что зацени игруху, в смысле Check It Down После такой вольной трактовки игровых новостей Думаю, вы готовы отправиться в мир гангстеров, наркобаронов, наемных убийц, распутных женщин Ведь без них мы и представить себе не можем серию Grand Theft Auto Ну или по-русски Великое Автомобильное Воровство Далеко не в каждой игре удается поиграть не за эдакого супермена Спасающего слезливых дамочек из рук злодеев А за самого настоящего отморозка Поэтому идея побыть отпетым негодяем, предложенная экшеном GTA Пришлась геймерам по душе На протяжении всей игры главный герой двигается к вершине организованной преступности От незадачливого одинокого автоугонщика до воротилы криминального мира Кража, убийства, диверсии Вот далеко не полный список деятельностей героев Даже конца у игры как такового не было Заколачивай себе бабки и живи как нравится Вот, собственно, и вся задача И когда в 99-м году вышла вторая часть игры, поклонники были довольны Еще больше криминальных организаций, еще больше преступлений Еще больше отмороженности И полноценная сюжетная линия о том, как главного героя предать Но настоящим хитом игра стала после выхода третьей части Причем таким, что первые две серии стали раздавать бесплатно Сегодня GTA и GTA 2 можно совершенно свободно скачать на сайте разработчиков GTA привнес в игры то, чего в них еще не видели Полную свободу действий Например, третья часть дала возможность зарабатывать деньги совершенно легально Можно было стать таксистом, пожарным, водителем скорой помощи, сутенером Ну, в общем, это, конечно, не всегда легально, но довольно близко к этому Свою популярность GTA 3 обрела то ли потому, что персонажи озвучивали настоящие голливудские звезды Такие как Майкл Мэтсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Вудс и другие То ли потому, что игра стала полностью трехмерной И давала игроку практически полную свободу передвижения по огромной территории целого штата А возможно потому, что встроенная радиостанция позволяла постоянно быть в ритме цивилизации и культуры 90-х А может быть и потому, что в игре появился стрип-клуб Где девочек можно было использовать по тому самому назначению В смысле, по назначению стриптизер Действия всех серий GTA происходят в вымышленных городах Однако в них безошибочно угадываются такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и другие Возможно, поэтому власть этих городов входит в первые ряды GTA-ненавистников И ладно бы ненавидели тихо, но нет, любимую игру не раз пытались запретить Почему и как, это тема отдельного сюжета Далее, виртуалити Что скрывают разработчики четвертой части GTA от игроков Станет ли продолжение легендарной серии менее скандальным И как творение рэпера Сереги стало саундтреком GTA 4 Это виртуалити, мы продолжаем знакомить вас с самым новым и необычным из мира виртуальных развлечений В серии GTA связано невероятное количество судебных разбирательств Вот и сейчас, перед выходом четвертой части, стало известно, что для Австралии игра выйдет с самыми жесткими возрастными ограничениями Из нее исчезнут многие соблазны преступного мира, за которые мы так любим GTA Вся история серии игр GTA — это история судебных исков, скандалов и разоблачений с участием самой широкой публики Начиная от простых геймеров и заканчивая сенаторами США Скандальной популярностью серия обязана адвокату Джеку Томпсону, известному борцу за нравственность Достаточно ему видеть капельку крови в игре или хотя бы намек на женские формы И он уже кричит на весь мир о насилии и сексе, пропагандируемых в играх История скандалов в GTA — это история противостояния рокстара и Джека Томпсона, по сути Он пытается объяснить, что они исчезли зла, а они пытаются объяснить, что он не совсем прав И что, в общем-то, надо иметь взгляд на мир шире, а устные способности надо разбить Но при всем при этом, никто не знает, как бы сложилась судьба GTA, если бы не было вот этих вот нападок, этого скандального налета Первая «Ласточка» пролетела еще в 98-м году после выхода первой части GTA Многие порицали игру за симуляцию бандитизма Сама по себе суть игры — это проживать в будни обычного бандита Понятно, что здесь мы должны были увидеть всю вот эту грязь, которая встречается в бандитской жизни Проституция, убийство и так далее и тому подобное Например, в первой части было задание убить всех кришнаитов в городе Естественно, что община кришнаитов не могла пропустить это мимо и написал ноту протеста Новая серия скандалов ждала своего часа после выхода GTA Vice City Поводом для негодования стала всего одна фраза — перебейте всех гаитян Гаитяне, конечно, обиделись и сказали, что больше не будут играть в эту ужасную игру Были судебные иски, но это ничто по сравнению с тем, что было в части GTA San Andreas А случилось так, что один поклонник игры поменял в игровых файлах одно единственное слово И вы только себе представьте, главный герой получил возможность на... иметь женщину Ну, то есть мог он и раньше Только после модификации весь процесс стал живописно демонстрировать все во всех деталях Ну, если, конечно, можно так сказать про десятиполигональные модели персонажей Вначале этой возможности не было, но с появлением мода, который всеми теперь, наверное, известен Так называемый хот-кофе, горячий кофе Который как раз раскрывал, открывал, точнее, для игрока эти самые интимные подробности В некоторых странах игра была запрещена Но даже там, где этого не произошло, вступили в силу суровые запреты Ассоциация издателей Америки рейтинг поменяла на 21+, то есть приравняла игру фактических порнографий Скандалы с GTA сделали серию знаменитой, но одновременно измотали создателей бесконечными судебными исками Похоже, что «Рокстар» обожглись горячим кофе и теперь дуют на воду В GTA 4 пробралась политкорректность, но... Я думаю, что все поклонники серии, затаив дыхание и зажав в руках деньги Ждут, не дождутся, чтобы для себя открыть, как обстоят дела с сексом и насилием в GTA 4 Мы увидим все так же ограбление, мы увидим все так же бандитизм, взлом автомобилей, выкидывание людей из кабины этих автомобилей Убийства жестокие и менее жестокие, тем не менее, убийства Появились слухи, что и для GTA 4 уже существует мод аналогичный хот-кофе Раскрывающий перед игроком все прелести игры Правда это или нет? Скоро узнаем До выхода GTA 4 остаются считанные дни Кроме скандальности, «Рокстар» славится и своей скрытностью Игра появится уже вот-вот, а мы до сих пор не видели геймплея В сети можно найти только картинки и трейлеры В одном из них засветился и наш рэпер Серега Ролик появился в интернете 6 декабря И за первую неделю его скачали более 1 миллиона пользователей Как получилось, что именно «Кинг Ринг» стал первой в истории российского шоу-бизнеса композицией, использованной для западной игры? Об этом мы решили спросить у самого Сереги Не совсем представляю себе, почему именно «Кинг Ринг» как песня, как композиция была выбрана в качестве музыкальной подложки к GTA трейлерам Но это так, это так получилось Как утверждают представители «Рокстар» геймс, их впечатлила энергетика Которая исходилась от трека, они перевели текст Есть у них такая возможность И решили обязательно использовать эту песню «Кинг Ринг» для подложки официальных трейлеров GTA После этого мне предложили написать саундтрек специально к четвертой игре GTA И я написал трек специально для GTA И этот трек еще никто не слышал, он держится в секрете Это не «Кинг Ринг», это другой трек Абсолютно новый трек Я снял на него клип уже И в ближайшее время вы его увидите Далее в виртуалити Сколько игр хотели повторить успех GTA И у скольких это получилось Что общего у Романа Трактенберга и Тони Версетти Что ждет нас в четвертой части GTA Это в виртуалити, мы вернулись Если вы просмотрели первую половину программы, то не узнаете С чего началась история создания GTA Почему австралийским геймерам не достанется полная версия четвертой части И сколько судебных исков получили Rockstar за порнографический мод к игре Но нам еще есть что рассказать Симулятор гангстера появился в 97-м И привлек множество поклонников и подражателей Разработчики то ли из-за любви к GTA, то ли ради наживы стали клепать подделки Самые любопытные мы собрали в рубрике Великолепная семерка Седьмого места удостоилась подделка Трактенберг в Мадрии Как нетрудно догадаться из названия, речь идет об известном шоумене романе Трактенберге Который не весь как оказался в столице Испании Сия пародия на GTA в очередной раз подтверждает истину о том, что русских за границу пускать нельзя Потому что вся свобода передвижения по виртуальному городу используется только для того, чтобы гадить прохожим Нагадить, к сожалению, в буквальном смысле Лицо со шрамом бывают не только в кино Шестое место заслужила игра Scarface The World is Yours Кинодрама о самом жестоком гангстере Лицо со шрамом превратилась в игру про кубинского беженца, приторговывающего порошочком И ладно бы Тони Монтана просто барыжил дурью и корешился с отморозками Это еще можно пережить Но он посигнул на святое Тони Монтана подражает Тони Версетти Да, только выбор у него, конечно, не велик Либо стать королем кокаиновой империи, либо не стать Оказывается, чтобы сделать GTA-подобную игру, не обязательно засылать главного героя в большую прибольшую город Пятое место принадлежит игре Just Cause и затерянному в джунглях агенту ЦРУ Риху Родригесу Огромный мир на 1200 квадратных миль поражает одинаковыми деревьями, домиками и абсолютно опасными Одинаковыми зданиями Даже парашют у главного героя многоразовый Специально для многократных, а одинаковых прыжков из вертолета Главная же задача сводится к установлению демократии в отдельно взятой стране Сан Эспирито Непонятно только, почему демократия устанавливается в тесном сотрудничестве с наркомафией Неужели после GTA наркомафии будут пихать вообще везде? Четвертое место любителей подмазаться к славе GTA занимает Driver Parallel Lights Как нетрудно догадаться из названия, это игра про водителя, умеющего кататься исключительно по параллельным улицам А все потому, что воссозданный в игре Нью-Йорк состоит ровно из трех кварталов и десятка веню Действие происходит в 1978 году и графика ясно дает понять, что она тоже недалеко от того времени ушла Зато во всем остальном практически GTA Те же бандиты, хиты на улицах, перестрелки и несчастные водители за шкирку выволакиваемые из своих машин Но только зачем это надо, если есть GTA? На третьей позиции Крэгдал Задача главного героя проста до безобразия Нужно искоренить организованную преступность в Pacific City Преступностей в городе много Целых три банды А вот искоренять ее придется в буквальном смысле сживая со света И рулят при этом гранаты Как и в любом нормальном GTA-клоне, гонки без правил прилагаются На второе место семерки угодили Симпсоны Которых сложно заподозрить в симпатиях к GTA Речь идет об игре Simpsons Heat and Run Случилось так, что родной город Спрингфилд захватили механические пчелы По улицам стали разъезжать странного вида черные автомобили А в ларьки попала просроченная кола Правда, ужас Во всем остальном геймплей повторяет все тот же GTA Правда, сдобрено все это фирменным симпсоновским юмором Мог бы получиться вполне симпатичный клон Если бы не отсутствие женщин легкого поведения А кто же на первом месте? Конечно, мафия Если GTA упивается стилем 80-х, то мафия целиком окунается в американские 30-е Разгул преступности, сухой закон и великая депрессия Вот три кита, создающие безупречный стиль этого гангстерского боевика Что отличает мафию от GTA, так это наличие настоящего сюжета Нам пытаются рассказать о жестоком противостоянии банды Сальери И банды... нет, не Моцарта, Морелло Прям хоть кино снимай Мы же с уверенностью констатируем, что мафия — лучшая пародия на GTA Только вот незадача Это единственная игра, которая о подражании GTA даже не задумывалась Как вы понимаете, ни одна подделка, даже такая как мафия, не заменит оригинала Тем более, когда до выхода осталось буквально парочка дней Правда, радость ждет лишь владельцев Xbox 360 и PlayStation 3 Интересно, что игра сделана на движке Rage, созданном специально для симулятора настольного тенниса На что будет похож этот вид спорта в фирменной стилистике GTA, узнаем прямо сейчас На что похож GTA 4? Мы собрали шесть известных на сегодня фактов Это все, что согласились раскрыть разработчики перед выходом игры Факт первый Главную роль в сюжете GTA 4 играют выходцы из стран Восточной Европы, в том числе России А что оставалось парням делать? Потому что наши афроамериканские друзья там уже были В общем, и с кем мы только там не боролись, и что только там не происходило Нужны были другие выпуклые персонажи Главный герой — Нико Белик Согласно сюжету игры, приехал то ли из бывшей Югославии, то ли из России Нам прозрачно намекают, что Нико — сокращение от имени Николай По всем замашкам этот парень русский Факт второй В списке радиостанций, коем из знаменитых всей серии GTA, появится русская волна Там будет много русской музыки Причем не абы какой, а вот группа Ленинград была замечена там Ну, разумеется, и Серега тоже Куда уж из нашего флагмана хип-хопа и вообще, так сказать, позитивного образа жизни И спортивных штанов Сергеевских, Пархоменко, друга и брата Респект! Факт третий Действие игры вновь вернется в Либерти Сити Не секрет, что под этим названием скрывается Нью-Йорк Большинство районов города и достопримечательностей найдут свое виртуальное отражение в игре Например, Статуя Свободы переименована в Статую Счастья По сравнению с предыдущей версией GTA San Andreas, мир стал еще больше И самое интересное то, что он бесшовный, переход между локациями осуществляется плавно и незаметно Факт четвертый Версия игры, которая появится 29 апреля, будет неполной Осенью должны выйти еще два эпизода, которые и завершат историю GTA 4 Вот только насладиться ими смогут не все Главная вещь это то, что полное путешествие, полное приключение GTA 4, оно будет только на Xbox 360 Факт пятый Впервые в серии GTA, игровой мир будет доступен одновременно многим игрокам Одна из важных вещей, которая будет в GTA 4, это мультиплеер То есть, этот мир можно будет исследовать не одному, а вместе со своими другими Пока известно о четырех сетевых режимах В первом нужно выполнять приказы мафии за определенное время Во втором, за ограниченное время нужно угнать как можно больше автомобилей одной марки В третьем, две команды будут сражаться за контроль над районом И, наконец, четвертый режим — гонка Но гонка непростая Можно использовать любое транспортное средство, будь то вертолет или локомотив Главное, не забывать пересекать чекпоинты И, наконец, факт шестой GTA 4 имеет возрастные ограничения Так что купить игру смогут лишь совершеннолетние Я видел эту игру в действии Можно сказать, немножко даже щупал его своими руками Это реально очень круто На сегодня это все Не пропустите следующий выпуск Виртуалити Вы узнаете, какие игры ненавидят геймеры Что ждать от проекта 2хьюман И как будет выглядеть масс-эффект на компьютере Увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok